Шоу публичного самобичевания министров, состязания специалистов пресс-служб министерств, вечера высокого бюрократического слога, как только уже не крестили публичные доклады министров. Сегодня слово держит Илья Золотухин. На сегодняшний день я могу констатировать серьезную и выкомплектованность специалистами отраслевых отделов министерства. В министерстве 18 вакантных должностей, что составляет 30% от общей штатной численности. В связи с чем, пользуясь данной сценой, хочу пригласить всех заинтересованных специалистов в области жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи. Прошу принимать участие в кадровых конкурсах, которые проводит Министерство жилищно-коммунального хозяйства регулярно. Смотрите информацию на сайте нашего министерства. Мы будем рады новым сотрудникам в нашем министерстве. Наша молодая профессиональная команда готова принять в свои ряды новых сотрудников. Добро пожаловать! Молодой профессиональной команде министра надо решать не только кадровые вопросы. Один из главных – газификация Забайкальского края. Тот объем потребления, который заявляет Забайкальский край, а мы заявляем объем равный 5 миллиардов кубических метров в год, считается несущественным и несет экономической целесообразности. Так как капитальные вложения по строительству данного газопровода очень высоки, они составляют порядка 317 миллиардов от Камутинского месторождения. От Рыкутска поменьше, но тем не менее это колоссальные цифры. Также указывается на то, что операционные расходы по задержанию данного магистрального газопровода будут очень высоки. И вот с собственным потреблением мы не очень интересны Газпрому, но через Минэнерго мы тем не менее пытаемся зайти в эту программу. Вот такой замкнутый круг наблюдается. И не только с газом. Тариф на электроэнергию для предпринимателей высок. Все больше наших земляков перевозят производственные мощности в Иркутск. Там ставка лояльнее в два раза. В Забайкале же ресурсникам постоянно должны. Социальная нагрузка вот этого механизма выпадающих доходов, она, наверное, так или иначе, она все равно будет сохраняться. И эта практика будет, наверное, применяться. Вопрос в том, что у нас слишком большой объем выпадающих доходов в Забайкальском крае, на свой шли, это 3 миллиарда. Какие пути выхода из этой ситуации? Ну, первое, о чем я сегодня тоже уже говорил, Министерство жилищно-коммунального хозяйства на сегодняшний день разрабатывает программу реновации, модернизации, восстановления жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края. Программа на 300 проектов до 2030 года, стоимостью 44 миллиарда рублей. Далее связь. У 95% населения края есть доступ к сети. Остальные 5% вне зоны доступа. Могу сказать, что здесь Министерство жилищно-коммунального хозяйства не дорабатывает в полном объеме по данному направлению. Немножко беззубо мы здесь себя ведем, в том плане, что нам здесь должна принадлежать ведущая и направляющая роль. И мы здесь должны более активно работать с операторами и предлагать им, в том числе, какие-то решения свои собственные. И они наверняка есть. На данный момент проблема заключается в том, что строительство объекта связи обходится очень дорого оператору связи. Я уже в своем докладе об этом говорил, что это порядка 6,5 миллионов рублей. Это такая усредненная цифра. И когда мы говорим о каком-то населенном пункте с небольшим количеством жителей, то всегда упирается вопрос в окупаемости этих мероприятий для оператора подвижной радиотелефонной связи. Министра, которому досталось непростое наследство от Евгении Батуевой, понять можно. Но и простых людей, которые пришли услышать конкретные ответы на вопросы тоже. Но ни газа, ни связи, ни снижения тарифа. На дворе 21 век. И сходя из того, что было здесь услышано, и до этого не раз я получал ответ по тем моментам, это как связь, газ и электроэнергия. У нас во всем Забайкальском крае на сегодняшний день, я как понял, не во всех районах связь имеется. Есть районы, где на сегодняшний день даже электроэнергия не проведена. Ну а про газ всем известно, его нигде нет. И вот получаем мы на все ответ, что экономически невыгодно. Экономически невыгодно кому? Забайкальский край. И мы, жители этого края, кому мы невыгодны? Мы, жители одной страны Российской Федерации, да, России. Газ – это народное богатство, которое должно принадлежать, я так понимаю, государству, да, или оно принадлежит определенной куче людей продавать на Украину, в Китай, вообще за границу миллиардами кубометров выгодно, а мы невыгодны, получается, да? Связь, вышку поставить оператору связи невыгодно, мы будем сами ставить вышки. Нам уже предлагают самим бурить газ. Мы в какой стране живем? Или мы отдельно от России находимся, наш Забайкальский край? Вот у меня огромная просьба, а не только Киле Викторовичу, но и ко всей общественности, которая там присутствует, может все-таки как-то обратить на это внимание руководство, вышестоящее, и выйти с вопросом конкретным, чтобы нам оказали помощь в этом направлении. Почему все так происходит? Вячеслав Баркинский, Николай Шумков, ЗАП-ТВ. Вячеслав Баркинский, Николай Шумков, ЗАП-ТВ.